Добрый вечер, Самара! Это прямой эфир телевикторины под знаменем дружбы в студии Юлии Чернеева. Сразу сообщу наш телефон 202-11-22. Звоните, звоните прямо сейчас. Каждую пятницу мы узнаем что-то новое о родном городе, улице Старозагора и русско-болгарской дружбе. Звоните друзьям 202-11-22. Пока вы набираете наш номер, расскажу и покажу сегодняшние призы. Они изготовлены специально к юбилею улицы Старозагора, к 40-летию Самарского знамени. Они в ограниченном количестве и вы можете стать обладателями этих памятных подарков. Так что, друзья, дерзайте 202-11-22. Ну и, конечно же, здесь в прямом эфире с нами сегодня еще и эксперт, который будет оценивать ваши старания, ваши правильные или, ну, не будем об этом пока думать, ответы. Итак, с большим удовольствием рада приветствовать здесь учителя русского, языка, литературы. Человек, который, ах, на зависть мне был в Болгарии. Это школа номер 132. Ольга Григоревская. Ольга, здравствуйте. Добрый вечер. Были в Болгарии. Хорошо, все прошло, понравилось. Прекрасно, ну еще бы. Что запомнилось? Ой, но больше всего, наверное, мне запомнилась экскурсионная поездка в город Пловдев, где, как поется в песне, стоит над горою Алеша, в Болгарии русский солдат. А у нас был такой вопрос тоже зрителям. Ну, о каких-то воспоминаниях о поездке поговорим чуть позже. Пора принимать первый звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Юрий. Очень приятно, Юрий. Ну что вы, прям сегодня у нас такой вот первый с пылу с жару. Расскажу вам, какие сегодня у нас категории играют. Внимание на экран. Итак, вы увидите здесь, что есть такие категории, как география, известная личность, угадай символ, интересные рядом, обряды и традиции, ну и, конечно, может быть, вас заинтересует спортивный вопрос. Юра, что выбираем? Ну, давайте символы попробуем. Символы? Ну, давайте попробуем. Желаю удачи. Болгары зовут ее Казанлыкской и сделали ее гордостью Казанлыкской долины. Ольга, кстати, там была. В честь нее проходит масштабный фестиваль. Априн привез ее в 1270 году из крестового похода Тибо Шампанский. Тибо четвертый. Ее любили в Англии. В средние века она была символом дворянской крови. Ну, а сейчас это еще и своеобразный, подсказываю, ароматный символ Болгарии. О чем же речь, Юрий, как вы думаете? Ну, если ароматный, значит, наверное, цветок. Не какая-нибудь вкуснятина? Цветок. Ну, просто если там символ династии какой-то и пирог, то это вредный. Я просто помню там династии, там, аллая, белая, розая. Я думаю, что роза, наверное. И алая, и белая, и всякое-всякое. Давайте посмотрим, угадали ли вы сейчас на экран. Внимание, действительно, знаменитая болгарская роза, которая, наверное, помнит еще и наши бабушки, и мамы, и косметику, которую производят в Болгарии. И как, так или иначе, каждый старается что-нибудь привести себе на память вкусно пахнущее. Юрий, спасибо большое. Вы наш первый претендент на победу. Ну, как вам ответ? Быстренько Бойко сообразил? Да, причем такой интересный логический ход через войну алые и белые розы. А роза в Болгарии действительно символ. Косметика фирменная, варенье из розы, пастила из розы. И вся Болгария пахнет розовым маслом. Вот, я так понимаю, все-таки были, да, вот из той самой Казанлыки? Казанлыкиской долине, в городе Казанлыки. Действительно, там пахнет так все и красиво. Но мы все-таки были в октябре, когда урожай уже был снят, а снимают они всего один урожай в год. Ну, наверное, там все-все-все. Как бы так или иначе к розам относятся. Безусловно. Привезли что-нибудь себе? А как же. А как же. И себе, и друзьям, и знакомым. Самые главные подарочки из Болгарии, друзья. Ну, конечно же, цикл наших каких-то удивительных программ на телеканале Самара Гиз продолжается. Это и кулинарное шоу Марианны Мирный Болгарский Перец. Это и экскурсии с Михаилом Перепелкиным. Все записи, если вдруг вы успели проглядеть, можно увидеть на нашем официальном сайте в группе ВКонтакте, видео выложены, узнавайте что-то новое, просвещайтесь. Но я пока напомню телефон прямого эфира. 202-11-22. У нас осталось еще как минимум 5 вопросов. И призы для вас приготовлены. В том числе звание тем 202-11-22. Играем в такие категории, как география, известная личность, спортивный вопрос. Может быть, кого-то заинтересуют обряды и традиции. И, конечно же, интересное рядом. Не могли мы это обойти просто так. Ну, а сегодня по итогам нашей программы будет выбран один какой-нибудь, на взгляд нашего эксперта, оригинальный ответ на вопрос. Желательно, чтобы он был правильный. Может быть, вы даже как-то сможете его дополнить. Ну, Ольга, вся надежда на вас. Ну, на наших зрителей, естественно. Принимаем звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Ольга. Ольга, очень приятно. Ольга, ну что, я вот буквально несколько секунд назад назвала категории. Что выбираете? Я, наверное, выбираю известная личность. Известная личность. Ну, конечно, тут вам действительно повезло с вопросом. Совсем скоро, буквально через несколько секунд, мы увидим необычное знамя. Оно располагается в музее школы номер 132 и было подарено директору Старозагорской школы Марианной Пенчевой. С одной стороны, там герб Самарской школы, с другой стороны, герб школы, которая находится в городе Старозагора. Там вот, если видите, даже триколора немножко взаимодействуют. И мой вопрос как раз-таки посвящен личности, имя которой носит школа в городе Старозагора. На гербе как раз-таки профиль изображен. Что же касается нашего города, то этого персонажа с Самарой действительно связывают, ну, такая вот часть жизни, часть творчества. Трудился, служил в Самарской газете. Известный писатель, прозаик. Трудился под псевдонимом. Ну, собственно, его фамилия это уже псевдоним, но был еще один, который вызывает многих улыбку. Это и гудил Хламида. Вот вопрос мой. Что же это за известная личность? А также дополнительный вопрос, который принесет вам бонус. Что же за место отдыха у нас есть в городе, который носит имя этого известного человека? Ольга, много наговорил, надеюсь, что-нибудь запомнили. Отвечайте. Знаете, я думаю, что это Максим Горький, а место это называется Труповский факт. Бывали там? Да, бывало. Ну, действительно, это правильный ответ. Вы молодец настоящий. Вот, пожалуйста, этого человека мы сейчас видим, Максим Горький. Читали что-нибудь, Оля, из него? Конечно, конечно, читала. Ну, это здорово. Спасибо вам большое. Ну, вот тоже, правильно, ответ. А про знамя, наверное, хочется у вас спросить. Вот теперь такая реликвия есть у вашего музея. Теперь такая реликвия. Наряду с Самарским знаменем, которое всем хорошо уже известно, у нас теперь есть еще и такая реликвия, которая особенно нам дорога, потому что сделана, можно сказать, своими руками, руками наших друзей из Болгарии. Ну, кстати, если кто не в курсе, школа номер 132 активно взаимодействует с зарубежными учебными заведениями. И была школа в Витебске, если не ошибаюсь, в Белоруссии, в Гомеле. Ну, и, собственно, та самая гимназия, о которой мы ведем речь, гимназия имени Максима Горький. Если вы видели, на как раз-таки вот этом знамени тоже ребята приезжают регулярно. Так знаю, что еще и ваши школьники тоже как минимум раз в год-то катаются. Да, раз в год у нас происходит такой своеобразный обмен делегациями. Осенью мы к ним, весной они к нам. Друзья, ну, мы ждем ваших звонков. У нас есть еще немного времени, чтобы попытать кого-нибудь вопросами сложными, потому что нашим первым участникам повезло. Они какие-то хитренькие сегодня. Выбирают самые легкие, заготовленные мной вопросы. Но, тем не менее, они молодцы. Они уже сделали главное, набрали номер 202, 1122, позвонили сюда в студию, не побоялись и ответили на вопросы. Если вы тоже сильные, смелые, ловкие, умелые, давайте звоните. Историю родного города, историю города Побратима, Старозагор нужно знать. И тем более, что у нас столько всего вокруг сейчас интересного происходит. Буквально на днях запустили у нас экскурсионный маршрут номер 17 по городу, по улице Старозагора. Если вы чувствуете, что пока не дотягиваете, позвоните нам в программу, прокатитесь по этому маршруту. Там все вам расскажут, покажут. А я же вам сейчас показываю наши призы. Они сделаны в ограниченном количестве, и вы можете стать обладателем одного из них. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, да, 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 здравствуйте. Алена, меня зовут? Алена, очень приятно. Алена, какую же категорию выбираете вы для того, чтобы ответить на наш вопрос? Ну, давайте обряды, наверное, традиции. Обряды и традиции. Ох, и сложный вам вопрос достался, Алена. Итак, малая пита, большая пита, хлебец, намазанный медом и разламывание хлебца. Какое же событие, как вы думаете, Алена, в жизни болгарина не обходится без этих хлебных традиций? Вот что-то происходит такое, что вот обязательно хлеб присутствует у каждого. Как вы думаете, что же это за такой вот момент в жизни? А я знаю, 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 это рождение ребенка. Откуда у нас такие знатоки тут собрались? Я хочу, чтобы вы прокомментировали, почему вы пришли к такому вот решению, к такому ответу. Это что, из разряда родился ребенок и спекли каравай? Или что? Какие мысли у вас были в голове? Да нет, просто на самом деле у меня родственники живут в Болгарии, и они рассказывали о том, как у них отмечается там рождение ребенка, что, ну как бы там, к семейным праздникам очень большим приходят люди с подарками, вот, и как бы в доме пекут там, в том числе и хлеб, вот эту малую питу, большую питу, ну я точно не помню, но что-то с этим связанное есть. Я так понимаю, мечтаете поехать в Болгарию? Ну да, мечтаю. Ну, возможно, да. Возможно, как раз-таки ваше желание в скором времени осуществиться, искренне хочу вам этого пожелать, напустывать. Ну вот, пожалуйста, действительно, когда рождается ребенок, вот все выписывают маму, и, собственно, малая пита к этому празднику, к столу подается. Большая пита, это уже всех собирает, когда ребенок уже достиг возраста месячного такого, он уже более-менее окрип, приглашаются все. Ну, а что касается традиций, Алена действительно сказала, болгары чтут свои традиции, они как-то вот, я думаю, как и мы, собственно, с нашей стороны, к этому очень трепетно относятся. Как вам ответ? Вообще потрясающая эрудиция, хотя Алене повезло, поскольку ее родственники живут в Болгарии, и поэтому она знала существующие традиции. А так, мне кажется, догадаться было очень сложно. Сложно, потому что мы перед эфиром обсуждали с Ольгой вопрос, и она говорит, ой, какой сложный вопрос. Тут нужно прямо либо знание, либо какой-то аналитический ум, чтобы до этого додуматься. Ну, друзья, у вас есть еще несколько минут, мы готовы принять последний звонок. Телефон прямого эфира. Ну, пока есть ли какие-то фавориты, какие-то наметки из тех, кто уже дозвонился, друзья? Есть, есть. Мы сейчас у Ольги спрашиваем. Один дозвонившийся меня совершенно покорил, но я пока помолчу. Ого, тут целые инфиги у нас уже. Ну, мне кажется, я догадываюсь, но не буду раскрывать всех карт. Друзья, у вас есть еще возможность. 202-11-22, телефон прямого эфира. Дозванивайтесь, дозванивайтесь. Очень-очень ждем ваших звонков. Пытайте свое счастье здесь, в прямом эфире телеканала Самара ГИС. Мы под знаменем дружбы, под самарским, под болгарским здесь. Ну, если вдруг, да, сейчас вы дозвонились, давайте принимать наш слушатель, зритель. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Елена. Очень приятно, Елена. Какую категорию вы выбираете? Потому что у нас буквально прям несколько минуточек остается. Спортивный вопрос. Спортивный вопрос? Ого! Ну, давайте. Все мы знаем, что разные виды спорта так или иначе связаны с жизнью человека. И многие виды спорта появились как раз таки потому, что, например, в частности, человек в древние времена очень любил охотиться. И тут у нас возникли и стрельба из лука, метание копья. Но вот в Болгарии есть один вид спорта, он смешно называется овчарский скок. Так вот, со скотоводством связан этот вид спорта. И если хотите, дам подсказку. Нужно, наверное, плясать от слова скок. Как вы думаете, как переводится с болгарского скок все-таки? Гелен? Скок? Ну, наверное, скакать, перепрыгивать. Ну, что связано с этим? Так. Вот смотрите, человек что-то сделался с котом. И, собственно, что же за вид спорта мы загадали? Как вы думаете, вот он связан именно с прыжками? Ну, вот спорта, сколько я знаю, либо прыгают в длину, в высоту, или вот в высоту прыгают в шестом, например. Может быть, это все-таки прыжки в шестом? И прыжки в шестом засчитываем, и прыжки в длину засчитываем, и в высоту, и в ширину по-всякому, потому что это действительно верно. Через свой скот, через какие-то препятствия перепрыгивал как раз-таки человек, который по-советски. Вот. Нужно прям за секунду отгадать, ответить, кто же вам полюбился. Мне полюбилась моя тезка Ольга за литературный вопрос. Поскольку я учитель литературы, а современная молодежь, к сожалению, очень мало читает, приятно видеть, что все-таки есть люди, которые знают и читают нашу отечественную классику. И знают, что Максим Горький так или иначе связан с Самарой. И если вы не знали об этом, стыдно, конечно, но благодаря нам узнали что-то интересное и полезное. Спасибо вам, Ольга. Вам большое спасибо, друзья. Увидимся здесь, на телеканале Самара Гисы. Дерзайте, мы все под одним знаменем, под знаменем дружбы. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова